всем доброе утро коллеги друзья сегодня мы с вами у нас с вами интересная загрузка загрузка в городе светлом на судоремонтном заводе отсюда мы поедем с вами но под вильнюс будем там разгружаться так что сегодня у нас 7 число 7 ноября у меня вопрос как мне понять что дмитрий приехал на работу и мне можно позвонить что что но не рано будет 8 утра у меня загрузка ну блин сейчас звонить по поводу вот я не знаю ну да ну вдруг и такой начальником будет недоволен то что амосов амосов а может даже есть да хирург тоже да все верно все есть да отлично получили пропуск главное его не потерять теперь все заезжаем на завод чем повезем мы вот это с вами вот эту палету говорят 700 килограмм она точно весь что и и и и и Ребят, представляете, мне тут сказали, что на СВХ ехать не нужно будет. С документами, которые мне сейчас распечатают, можно будет сразу ехать на границу. И это супер. Все, загрузились. Закрепили груз. Ждем документы. И стартуем с вами в Литовскую Республику. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, привет. В общем, отдохнули мы дома перед поездкой. И, ребят, напоминаю вам, что у нас сегодня с вами первая поездка, где мы из России везем в Европу, а не наоборот. То есть, все, что мы с вами делали до этого, только сейчас будет наоборот в Литву. Разгрузка где-то у нас будет в районе Вильнюса. Ну, попробуем выхватить какой-нибудь груз еще обратно. Но пока груза обратного нет, чтобы не пустыми возвращаться. Так что все, поехали. Держим в курс в сторону города Советска на границу, нашу любимую. Граница, как и в прошлый раз, заняла, ну, на этот раз, три с половиной часа. Все. Едем в Литву, посмотрим, как там будет прохождение у нас с грузом. Напоминаю то, что мы сегодня первый раз с грузом едем. Ну, на России отреагировали так себе. Посмотрим, как отреагируют сейчас здесь на нас. Даже интересно. Ну, в общем, рассказываю. Все, погранцов прошли. И ждем теперь, когда за нами приедет конвой. Так как мы идем груженые. И сейчас заполним пока декларацию на топливо. Вот. Я не знаю, почему они это как-то не высчитывают. Ну, каждый раз... Причем заполняю я это только тогда, когда я еду по грузовой и жду конвоя. Когда я на терминал еду. В прошлый раз, как вы помните, мы ехали с вами мимо терминала, потому что были пустые. И декларацию мы эту не заполняли. То есть для легковых, видимо, декларацию заполнять не нужно. Никого не ждали, в общем. Везут нас от них. Ну, прошло полчаса где-то. Ну что? Мы приехали на рентген. Ну что, кажется, я это немного. всем доброе утро чем поспали мы немного проснулись на заправке где в принципе засыпали в туарагах туарегах туарагах сейчас пойдем на заправку умоемся возьмем кофе я уже созвонился с декларантом здесь и пойдем и поедем с вами на таможню растамаживаться в принципе должно быть все нормально ну вот мы взяли сходили взяли кофе большой xxl и такие булочки или как это называть они под утро идут с 20 процентной скидкой а кофе у них на заправке виада идет с 7 утра до 9 с 50 процентной скидкой так этот стоит стакан 2 евро 99 мы сейчас купили его за евро 10 вместе с булкой так что приятного аппетита завтракаем и едем ребят туман просто городе ничего не видно подали документы сказали полчаса все будет готово посмотрим быстро у них растаможка проходит растаможились мы за 30 минут по сравнению с российской с россией которая растамаживает часа 45 если не больше вот и выехали мы с вами уже букмир гея город в районе вильнюса и едем туда и сейчас решил но обычно я езжу по платно но я купил навигацию в плей маркете сайджик но она не может найти этот адрес и я сейчас вел google навигатор и он его нашел поэтому будем ехать с вами по в этот раз по google навигатору google навигатору и он показывает то что ехать нам до туда два часа 15 минут будем смотреть насколько актуальна эта информация то есть сейчас 10 в 12 мы там будем 12 30 это так так что ребят все в путь поехали сергей куцуев in the mix вот ребята объясните как ехать как это автобан знать только что видно стало блин вообще 6 я не знаю передается вам этот туман настолько насколько он у меня передается вообще ужас вот москве россии у нас на 9 мая на парад дучи разгоняют чтоб дождя не было самолетами авиации в литве европа сделаете чтоб тумана не было так ребят нашли мы место разгрузки вот эта фирма завод фирма сейчас будем звонить нам заезжать где нам разгружаться все узнаем все мы разгрузились выполнили с вами эту доставку из калининграда в литву и сейчас мы будем с вами выдвигаться в сторону вильнюса там у нас нам надо во первых нужно передать документы будет за по прошлой доставке и возможно у нас будет еще загрузка небольшая чтобы в пустую не ехать обратно на калининград мы будем надеяться то что она состоится ну а пока выдвигаемся в сторону вильнюса погнали какие старые здания деревянные блин ребят выехали на трассу и опять туман грёбаный опять нихрена не видно ну чё за несправедливость то такая почему там нормально здесь туман именно трасса и вся в тумане время час дня в общем что ребят загрузка загрузка у нас только завтра поэтому сегодня мы остановимся не в гостинице в апартаментах в вильнюсе вот вот в этом доме сейчас буду открывать телефон смотреть как попасть нам в этот дом